всем привет друзья сегодня будет очень увлекательное видео потому как эта новинка от компании юни герц я уже показывал танк просто танк без один без два без три а это танк 2 новая модель уже про апгрейдили видимо что-то добавили что-то убавили в общем сейчас посмотрим познакомимся 88 49 здесь указано я не знаю пока что это означает во второй половине этого видео если узнаю обязательно сообщу вам пока снимаем пленки смотрим на оформление смартфона первое видео с этим смартфоном я имею до сего предшественником мне набрало что-то более полумиллиона просмотров колоссальная цифра там огромный фонарь и был на задней панели работал как истребоскоп работал как фонарь работал в том числе как осветительный прибор для видеозаписи но правда был небольшой засвет в этом смартфоне также все проверю все вам расскажу все покажу а пока распаковка и комплектация кстати говорят стоимость на этот смартфон смотрите по ссылке в описании там самая выгодная стоимость и там лучше всего его покупать далее по ссылке в описании вы найдете телеграм-канал скидки на алиэкспресс также подпишитесь там публикуются самые интересные новинки самые лучшие скидки опять таки подпишитесь по ссылке в описании сзади на коробке у нас указаны частичные характеристики давайте на них обратим внимание 12 гигабайт оперативной памяти плюс 256 встроенный уже 15 500 миллиампер час аккумулятор это примерно 4 суток использования далее 679 full hd плюс насколько я помню что 20 герц и пьес матрица дисплей далее тут не указано что за процессор потом узнаю вам расскажу второй половине также будет оптим тут с также будут примеры фото видео так что не уходите далеко 4g поддерживает nfc есть на борту gps bluetooth ну в общем то обычные такие характеристики хотя и нас есть это уже хорошо ip68 108 мегапиксель основной модуль камеры 32 мегапикселя у нас фронтальная камера 64 мегапикселя камеры ночного видения и 16 мегапикс или 15 не пойму 16 мегапикселей очень мелкий шрифт камера широкоугольная том числе здесь присутствует срезаем пломбы их тут 2 симпатичная к слову говоря очень прикольно смотрится коробка здесь очертания смартфона указание так немножко но пальцем пальцем ногтями это прослеживается стильно оформлена тяжелая коробка потому как сам смартфон тяжелый она очень плотный не хочет открываться а ну давай вылазь также смотрите мои видеоролики вконтакте будет ссылка в описании подписывайтесь а их там дублирую очень плотно и подпишитесь мало ли что чтобы мы с вами не потерялись ухты конверт вылетел конверт 88 49 что в нем давайте посмотрим может быть 8000 да нет тут 8000 я уже надеялся баксов но не положили будут краткая характеристика обычные бумажки сам смартфон видимо идет в пакет оси о тяжеленький пока в сторону то это провод зарядки и зарядка фабизом ну давайте покупка до зачетная быстрая зарядка у нас на 66 ватт белый блок вот так вот type-c на type-c как видите у нас будет провод белого цвета тоже в том числе вот он у нас лежит до type-c на type-c естественно этим смартфоном можно заряжать другие смартфоны через этот же провод то есть он выступает у нас в роли в том числе пауэрбанка вашего но зарядка быстрая это очень хорошо с каким-то аккумулятором здоровым она здесь будет не лишний в принципе вся комплектация теперь переходим самому интересному самому аппарату а ну-ка а что там еще есть кто там еще а это просто сзади наклейка у нас то что я уже перечислил неинтересно по краям у нас металлические вставки как всегда еще на смартфона посмотрите сюда офигеть кнопка вот такая красного цвета я так понимаю а у нас две кнопки до две кнопки то есть одна кнопка может фонарем управлять одна точно программируется с 1 нажатия двойное нажатие и длительное удержание фонарик скриншот подводная видеосъемка здесь том числе есть доход call of duty хоть и пап же сюда устанавливайте без проблем вот это что за две кнопки то металлизированные интересные такие рифленые это что здесь громкость сейчас посмотрим кнопки эти прожимаются ну и брутальные винтики далее по правому боку у нас кнопка включения выключения она же сканчика пальца металлизированная и лоточек да это были две кнопки повышения снижения громкости давайте достанем лоток посмотрим надеюсь а нога тени оторву отлично пошел есть резиночка влагозащита отлично ну и у нас посмотрите-ка великолепно можно расширить память и без того здесь огромное и поставить одновременно две сим-карты том числе камеры по центру находится и конечно вот еле-еле заметно сейчас фокусируемся перфорации основного разговорного динамика на торце еще раз яркий яркий не пойму я не помню это по моему даже фонарик очень яркий хотя и здесь фонарик елки-палки это что такое охренеть раз-два две панели причем одна оранжевая ладно к этому вернемся а вот это что а вот это что может быть это дальномер может быть это фонарик буду конечно разбираться по ходу это видео очень сильно затянется с этой стороны что и капорт видимо очень прикольно смотрится давайте добавим еще света чтобы хорошо более ярко а ну-ка вот так это выглядит с торца ну надо будет разбираться честно говоря я удивлен в общем-то снизу у нас под заглушкой смотрим там что у нас о три с половиной джек есть отлично но и type-c про для передачи данных и заряда аккумулятора аккумулятор здесь большой это микрофон разговорный в принципе все с этого торца далее здесь про уши на вешать куда-то на шее на руку на рюкзак на амуницию пожалуйста вот это все у нас холодит руку металл так перфорации вот эта перфорация то что здесь динамик находится судя по всему да здесь видимо динамик обратите внимание что по всему периметру винтики винтики под звездочку то есть это понимаю можно самому это все дело разобрать и поменять возможно аккумулятор сделать какой-то ремонт в общем-то отлично ну и панели светодиодные панели яркие панели будем проверять я пойду на улице обязательно постараюсь записать вам видео как это все будет светить именно на улице прошлой версии здесь была одна панель теперь их две пока не понимаю почему их две один может холодный свет второй теплый свет это лишь предположение инфокрасные датчики сразу раз два три четыре для ночной видеосъемки и получается у нас три камеры плюс фотоспышка двухтоновая все это под стеклом все это имеет бортик чтобы не поцарапалась не разбилась вот для примера пока x5 про вот так это все выглядит по размерам настолько он выше вот настолько он шире и вот настолько толще огромные размеры но все же здесь они урезали батарею то что прошлой версии было двадцать две тысячи миллиампер час аккумулятора здесь 15 половиной пока запускаем смотрим на рамки потом я удаляю использую 7 несколько дней 88 49 что же это означает очень интересно надо будет узнать попробую узнать бортик есть над дисплеем кстати говоря выступает это хорошо чтоб не царапалась если класть на вот так вот лицом на стол хорошая должна быть и пьес матрица 120 герц так android 13 на борту сразу посмотрите небольшие рамки но здесь 6 миллиметров примерно здесь поменьше учитывайте что дисплей заканчивается вот ровно вот по эту линию очертания далее прибавляет рамки еще корпус то же самое сверху по краям небольшие ну это для защищенного смартфона очень приемлемые я бы даже сказал бы узкие рамки двухполосный вайфай он поддерживает в общем друзья я удаляюсь и для вас это буквально секунда и снова здравствуйте до чего же необычный оказался этот смартфон подарил много интересных очень даже необычных эмоций и но давайте по порядку чего начнем так это с названием 88 49 на самом деле это суп бренд суп бренд компании uni герц это отдельный бренд так и называется 8849 а может 8849 а может 8849 не важно самое главное что мне удалось узнать то что ребята взяли высоту эвереста прибавили ровно один метр но справедливости ради достаточно скромно всего лишь один метр один метр добавили и собственно отсюда и название компании 8849 забегаю вперед кстати говоря вот это с это не фонарик это не лазерная рулетка дальномер это на самом деле проектор только представьте лазерный проектор изображение которое вводит изображение свое изображение дисплея на любую поверхность ну короче клюшку посреди такое обязательно покажу чуть далее ну а сейчас мы перейдем его дисплею который здесь на самом деле очень качественные цветопередача здесь прекрасная детализация он плавненький 120 герц отрабатываю темная тема управление жестами android 13 все здесь летает все здесь быстро и на самом деле его и автономность поражает на самом деле его и также производительность на уровне но об этом чуть чуть еще попозже давайте все-таки продолжим с дисплеем на самом деле здесь не широкие рамки для этого смартфона не порадовали и работает он том числе до адаптивном режиме можно вот вся эта перемотка он будет сам решать там настройках переходите ставить он когда 60 герц ставит когда 90 ставит когда 120 сам решает у меня на данный момент принудительно 120 стоит по связи все отлично и на все есть уже рассказывал ну и чтобы не затягивать это видео давайте сразу по интересным фишкам и проходится я не буду показывать вам как он тянет игры просто я вам так скажу перейдем в antutu тест он набирает от 359 тысяч 895 баллов это очень хороший результат но все-таки предсказуемый для процессора helio g99 от компании mtk 6 нанометров техпроцесс 10 касаний поддерживает мультитач все здесь отлично все требовательные игры тащит на средних настройках без лагу без фризов показывать не буду чтобы не затягивать просто поверьте на слово на этом процессоре очень много всяких интересных решениями до других компаний да это две светодиодные панели я вам это покажу как срабатывает очень ярко вот этот снизу и вот этот сверху полосочки белые тоже неспроста они отвечают за определенное тоже действие они также горят но только цветные не необходимо перейти не есть приложение инструменты тут много чего есть там уровень вот это все как обычно у китайцев это присутствует но тут нас интересует две иконочки уличный фонарь это тот самый те самые два две панели и сигнальные но это сейчас посмотрите это посмотрите это просто тупо ну ладно сейчас увидите самое интересное переходим сюда окей внимание после активации фонарика не направляйте его в глаза да и тут кстати говоря верно подмечено вспышка как видите пока один работает но можно запустить и 2 ну вот на камеру когда смотришь нормально через камеру через тут я снимаю видео нормально терпимо но это не вся яркость это просто вот стробоскоп есть есть сос подавать мало ли что бывает жизни да так нижняя панель да это у нас теплый свет верхняя панель это у нас холодный свет включаем нижнюю работает верхняя подключаем нижнюю вот пожалуйста так это был сос далее минимум минимальный свет но я вам скажу это очень ярко сейчас покажу как это работает на улице том числе посмотрите в темное время суток стандартная но стандартная яркость это уже как бы середина такая золотая середина и максимум которая работает очень ярко естественно и после того как у ее выключаете некоторое время уже вы ее не запустите допустим сейчас попробую вот пожалуйста 10 минут необходимо подождать это стандартная ситуация для того чтобы светодиоды остыли потому как сильно они нагреваются все-таки при самой большой яркости выходим отсюда идем сигнальные огни тут включить выключить включаем то есть одновременно можно посмотреть и так это все работает все же стоит отключить давайте выключим вернемся сюда ok выключаем так идем снова сюда включаем но вот это выглядит следующим образом но это еще не все я просто звук вырубил здесь есть сирена скорой помощи полицейская сирена есть даже ядреная тревога в том числе послушаем так подводная лодка все я одурел ну сейчас смотрите как это все работает на улице в том числе это освещение делайте выводы надо это вам не надо но я думаю это интересная фишка и где-то может быть ограждение поставить на всякий случай подать сигнал ну не знаю в общем такая спасательная тема смотрите сами делайте выводы нахожусь на улице на улице ночь луна сейчас будут тестировать те самых два фонаря 2 со бокса протестируем как будет видео записывать ну и принципе как это работает что здесь освещением начнем все это у меня это дело все зарегистрировано на красную кнопку поэтому еще зажимаю и показываю как освещение хотя для начала посмотрим для сравнения как светит обычная то вспышка такая как у вас на смартфоне на мне как раз таки зарегистрировано на другую кнопку на нижнюю на двойное нажатие вот так это работает что правда фонари на самом деле камера передает более светлую картинку для вас но для сравнения теперь гасим ну и включаем зажимая удерживая включаем два фонаря но вот так вот это выглядит очень ярко тут можно осветить весь двор можно сказать тут красивый рост давайте покажу вот так же можно переключать режим одинарным нажатием одиночным так на самом деле очень сильно влияет на глаза можно ослепнуть горят сразу два и теплый холодный крутая вещь если там с палаткой где-то на природе вы не просто рядом место осветите я думаю весь лагерь буквально смысле весь я пол улицы освещаю ну а сейчас давайте протестим одновременно я активирую камеру посмотрим как можно снимать видео на камеру такая возможность здесь есть переключаем на видео так видео теперь давайте выберу режим какой мне здесь мне 2к ставим full hd так фонари работают ну и погнали записывать видео так интересно если там засвет так как держу камера все правильно интересно если там засвет как это как держу камеры все правильно так вот что сказать очень очень даже полезная штука полезно где-то особенно мелкие объекты снимать использовать как со бокса как фото вспышку мощную еще с электронной стабилизации изображения хорошо снимать мелкие детали прикольная штука получается и прямо очень полезно такое вам может предложить буквально только этот смартфон ну там еще танк 1 серия были засветы здесь я вроде так вот смотрю вроде как и нет давайте быстренько пройдемся посмотрим что тут со стабилизации изображения мой шаг вроде так не трясет теперь я хочу попробовать включить так это сначала выключаем подсветку идем настройки хочу активировать для настройки хочу активировать проектор ну и направить просто тупо на тротуарную плитку так включил забыл ползунок передвинуть ну вот пожалуйста можно выводить тупо на асфальт или на плитку тротуарную даль на любую поверхность без разницы сидеть с друзьями и смотреть какое-нибудь видео какое-нибудь кино вот такая фишка интересная но еще покажу дома на потолке счет не забыл убираем громкость чтобы не шокировать проходящих мимо людей идем в инструмента так идем в инструменты далее сигнальная сейчас будем смотреть как это в темноте сколько это ярко звук я убрал по глазам лупит но в темное время суток это очень ярко я думаю будет метров 200 точно видно то и за 300 а если включить сирену прилепить на скотч на машину можно объезжать все пробки и клобауки прислонить шутка осуждаю не стесняйтесь пишите что вы об этом думаете так ну наверно давайте продемонстрирую как тут работает скану щетка пальца мне один палец зарегистрирован я прямо не скажу что он быстрый молниеносный ну принципе нормально по камерам сейчас вы посмотрите примеры фото видео камера я вам скажу слушать опять-таки зачетная с хорошей детализации качеством не порадовало есть даже ну как он так дать как он пишет видео я все рассказал самом примере фото видео единственное что для начала смотрите у нас тут видео есть фото есть есть ночной режим есть тайлапс что тут еще так что тут еще еще перепортретный режим про режим инфокрасный и сканировать а да точно инфокрасный здесь же черно-белая камера которая видео снимает в полной темноте при этом как видео снимает так и фото при этом у нас загораются сзади вот так вот 4 инфокрасных датчика красных таких почему-то они красные у меня перед глазами и сильно ярко светятся на камеру а так на самом деле по глазам на глазах они достаточно не яркие просто красные точки 4 штуки но то камера так передает в общем можно снимать видео в полной темноте при этом не отсвечивает таком режиме стелса надо это вам или надо это уже решать вам но качество и автофокус очень хорошо работает тем более разрешение камеры 64 мегапикселя это более чем достаточно это пожалуй на данный момент самая интересная камера начиная за за свои деньги вообще в принципе самое интересное за последнее время которые устанавливали но что я хотел вам еще рассказать то что здесь вот фото переходим у нас есть ширик ширик ничего такой лупит неплохо хороший угол да вот обычная камера вот ширик так ну что меня удивило то ли мне еще совсем сырая прошивка и надо ждать еще одну прошивку что она уже была на видео нету ширика я не могу на широкоугольную камеру записывать видео почему-то пока что может быть поправит а может такая останется не могу точно сказать смотрите примеры фото видео делайте свои выводы качестве камеры я звуки это Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, основной модуль камеры 2К 30 кадров Максимальное разрешение, на которое способна эта камера Есть стабилизация изображения в настройках, я ее активировал Электронная Это самые такие тяжелые условия для камеры, конечно Но заодно и хороший тест По поводу фронтальной камеры, максимально пишет Full HD Также есть стабилизация изображения Я так смотрю, да, все-таки есть здесь стабилизация изображения Присутствует Вроде неплохо справляется, как для защищенного смартфона А ну-ка, собаки галкают, зайдем во двор Я думаю, достаточно Чтобы иметь представление о камере Надо будет, правда, еще при хорошем свете попробовать Чтобы уж было честно И снова 2К 30 кадров Основной модуль камеры Стабилизация изображения Посмотрим на стабилизацию А ну-ка, собаки галкают Как вам камера, отпишитесь Ну а теперь самое интересное Что мне больше всего понравилось в этом смартфоне Идем в настройки Настройки Чуть ниже спускаемся Тут написано Проектор Нажимаем Сейчас важно Здесь появится надпись Или поставьте на паузу И прочитайте эту надпись Или просто, может быть, успеете Ставлю галочку Так, и смотрите После того, как проекция откроется Экран останется Что там, длинным Ярким Не рассмотрел В общем, проекция запущена Итак, как же это работает Да, собственно, вот так Перед вами Сейчас я покажу, как это работает Уже непосредственно Практически в полной темноте Но можно проектировать Блин, через очки проходит Можно проектировать на любую поверхность Вот так вот Смотрите Кинчик смотреть При этом работают Лазерные Да, вот лазерные лучи Они перед вами Вот на вас Кидает изображение Очень прикольная штука Мне прямо зашла Мне очень понравилось И на удивление На удивление Качество изображения Действительно неплохое Единственное, что камера Вот именно Глаз этого не видит Посмотрите, что делает Какой-то, вот я не знаю Иногда какие-то помехи Камера засекает На глаз это незаметно Я это частично рассказал Там уже в своем видео Но какие-то иногда бывают помехи Чисто на камеру Глазами вы этого не заметите Не стал я дождаться Глубокой ночи Просто зашторил окна Закрыл дверь Но мне еще работает телевизор Так, ради примера 55-й диагональ Сейчас будем сравнивать Вот работает тот самый Лазерный проектор Ну и вот он попадает Как раз-таки на стену Немножко кровать загораживает Необходимо сдвинуть И получается вот такая картинка На обоях Естественно, надо лучше Ну, лучше смотреть, конечно же На белом фоне У меня серые обои Ну вот 55-й диагональ висит Телевизор И вот изображение Запустим видео В принципе Качество им скажу Очень даже неплохое Слушайте, ну ничего так Но я вам показываю Только вертикальное видео Давайте покажу горизонтальное Пример горизонтального видео Я даже громкость Вот для вас То есть можно вполне себе И слушать приятный звук Нормальный, громкий Достаточно Может быть не такой качественный Как на телевизоре Но это нормально Он нормальный И надеюсь, вы увидите Черный силуэт 55-й диагонали Можно растянуть Но вот все-таки лучше Смотреть вот где-то На 40-й диагонали Какая там еще 33-я диагональ И конечно на белом фоне Опять-таки Какие-то вот я смотрю Камеры Вот когда ты снимаешь видео Камера засекает Какие-то помехи Которых нет на самом деле Такие как Xiaomi Там Samsung Apple Это все такое Совсем другое Абсолютно другое Таких эмоций они не дают Они все одинаковые клоны Кто-то мощнее Кто-то слабее Кто-то лучше фотографирует Кто-то лучше снимает видео Но они все одинаковые Этот же смартфон Дарит очень интересные эмоции И всех он удивляет Конечно Всех Особенно первые сутки Ты когда им пользуешься Ну эмоции прямо зашкаливают Это моя люстра Ну как вам эта фишка? Понравилась или нет? Посмотрим на звук Послушаем Слушайте Достаточно качественный звук Единственное Что когда вы кидаете на кровать С этой стороной Все-таки где-то процентов 20-30 теряется Ну потому что кроватью накрывается Здесь не с торца сделано сзади Ну видимо Наверное ребята пришлось выкручиваться И как-то там компоновку делать Ну как есть Все же звук неплох Заканчивая по этому смартфону Что хотелось бы отметить Ну наверное Я потушу сначала свет Чтобы было интереснее Итак друзья Ну по недостаткам Я не буду придираться Он действительно удивил И все заявленные функции Особенно вот этот проектор Особенно его яркость Задних панелей Просто удивляет Поэтому предъявлять здесь особо нечего Ну абсолютно нечего Если только Да нет Не к чему тут придраться Соответственно Тут еще большой аккумулятор 15000 мАч Ну естественно Вам этого должно хватить На много времени Чтобы пользоваться И проектором пользуется Чтобы пользоваться в том числе И другими вещами На этом смартфоне Да и лампочками Которые будут гореть Сзади Соу-бокс Яркие В том числе Очень-очень долгое время Это хороший бонус Плюс там еще Быстрая зарядка К нему Идет так же Далее Ну неплохой звук громкий Вы не пропустите Тут ничего В том числе Далее Можно и поиграть на нем Неплохо он фотографирует Неплохо видео записывает И заявлено Электронная стабилизация Здесь есть В принципе IP68 Дисплей Как по мне IPS матрица Очень даже Хорошего качества Возможно Я что-то упустил Что-то не показал Что-то недорассказал Но самое основное Я постарался вам передать Субтитры сделал DimaTorzok